Одно хорошо, а два лучше. Это выражение особенно актуально, когда речь идет об образовании. В школе ребенок получает стандартный набор знаний, но для гармоничного развития личности этого недостаточно. Поэтому здесь на помощь приходят центры дополнительного образования. Что дают они детям? Об этом подробнее. Все родители втайне считают, что его ребенок самый одаренный и очень хотят, чтобы детский талант получил развитие. Поэтому с самого раннего возраста малыши посещают разные кружки и секции. Выбор огромный, от традиционных танцев до компьютерной анимации. Взрослые стараются, чтобы интерес к познанию детей не угасал, поэтому каждое дошкольное учреждение столицы республики стараются максимально учитывать интересы и желания. Этот спектакль воспитанники 182-го детского сада начали ставить совсем недавно. В нем играют самые маленькие. Совсем скоро состоится их первый выход на сцену. Мне нравится играть в цыпленка. Я артист. Я люблю петь и танцевать. Я в садик прихожу с удовольствием. Развивать логическое мышление и отрабатывать практические навыки малыши могут в группе Монте-Сори. Ребята умеют считать до крупных чисел, складывать и вычитать. И даже могут отличить параллелепипед от эллипсоида. Эта группа работает в детском саду уже много лет. А в этом помещении малыши занимаются арт-терапией и рисуют на песке различные сюжеты. С помощью таких занятий ребенок учится выражать собственные эмоции, внутренние переживания, а заодно и развивать творческие навыки. А еще малыши с удовольствием учат английский язык. Не забывать в садике и про здоровье ребят. Здесь в особом почете лечебной физкультуры и занятия в бассейне по специальной программе. Многие малыши посещают не одну, а несколько дополнительных групп сразу. Мне что нравится, ребенка не надо возить куда-то далеко. Времени не занимает все здесь. Потому что так как я сама работаю, мне тяжело водить куда-то. Моему сыну 4 года, и результат очень хороший. Речь стала более внятной, двигается очень хорошо. Соотносительные движения, точнее координации движений с музыкой очень хорошие. Но я считаю, это для ребенка очень необходимо. С каждым годом дошкольных учреждений, которые оказываются дополнительные услуги, становятся все больше. В этом году их около 90. Родители сами выбирают, какое еще направление можно развивать. Специально для этого проводятся опросы и анкетирование. Сейчас родители изъявляют желание обучение детей чувашскому языку. Это очень отрадно и приятно. Если в 2013 году у нас охват дошкольников дополнительным образованием было всего лишь около 5 тысяч, то на сегодняшний день уже охват у нас около 8 тысяч детей. В течение всего дня ребенок не только усваивает общую образовательную программу, но и получает свои дополнительные виды услуг. Еще один вид дополнительного образования – это различные школы искусств. Чебоксарская детская школа искусств – одна из известных. Вот уже более 30 лет ее педагоги творчески развивают тысячи учеников. В школе действует 5 отделений. Одно из них эстетическое. Там занимаются ребята младших классов. Школьники постарше уже выбирают определенный вид деятельности. В театральной студии ставят различные постановки. В этом году актерскому мастерству учатся в 5 классов. Ребята занимаются 3-4 раза в неделю по несколько часов. Тут никогда не бывает скучно. Мы ставим чаще всего спектакли. Тут очень весело у нас и круто. Мы решили заняться театральным искусством, потому что нам это нравится. Мы как бы с первого класса мечтали об этом. Мы в речи более разговорно открыты. Мы никогда не стесняемся с Катей. Мы любим ходить, мы любим на сцене делать разные прыжки, перевороты. Кто-то из учеников находит себя в народном творчестве. На базе школы искусств проходит фестиваль «Гармонь душа моя». В нем принимают участие школьники со всей России, играющие на разных народных инструментах. Он уже стал традиционным. Часть ребят играет на гитаре, на пианино и даже на барабанной установке. Мастерство игры на последней обучают только здесь. Даниил Павлов занимается на ударных уже четвертый год. До этого играл на флейте. У меня экзамен был. По специальности я когда в коридор вышел, после экзамена, стою, слушаю, услышал в кабинете соседнего игру на барабанных. Мне захотелось, естественно. Для меня барабаны, как бы, ну, это, так сказать, не самое постороннее в группе. Ну, это, как бы, ритм держится, темп. Все, как бы, ну, от барабанов зависит, какой темп. Такая игра будет. Ну, самому очень нравится играть с радостью. А в Чебоксарской музыкальной школе имени Ходяшевых ребята учатся играть на традиционном народном инструменте – гуслях. Юные музыканты с успехом выступают на различных творческих фестивалях. Некоторые из них уже сами выступают в роли наставников. Есть ученики, которые обучаются сразу на двух инструментах. Настя Лопухина 8 лет играет на фортепиано, а скрипку осваивает уже четвертый год. Она делает успехи, получает стипендию главы Чувашия. Настя признается, игра на инструментах дается ей легко. Хотя в семье никто не увлекается музыкой. Мы от музыки были всегда далеки. Мы любили музыку, но, во всяком случае, не окунались так глубоко, как сейчас. Мы сами с детьми учимся музыке. Детям, я так думаю, что легче учиться вообще, если они владевают инструментом. У них улучшается память. Что такое векторная и растровая графика? Что означает динамический диапазон и оптическая плотность? На эти вопросы знают ответы ученики Чебоксарской детской художественной школы. Для многих из них компьютер стал не просто развлечением, а любимым делом. С помощью взрослых учащиеся осваивают новые программы и даже пытаются рисовать мультфильмы. Планируем сделать мультик. Я черпаю вдохновение из других мультиков. Я выбрала анимацию, она мне очень нравится, потому что до этого я не умела фотошопить, а теперь я почти всему умею. Но все равно мне нужно учиться. Интерес к занятиям такого рода проявляют и особенные дети. Те, кто по состоянию здоровья не может посещать художественную школу. В режиме онлайн ребята занимаются не только компьютерной графикой, но и лепкой и рисованием. Дистанционное образование для таких ребят – это выход в большой мир. Пока такой компьютерный класс – один из немногих в республике. При помощи дистанционного обучения неважно, инвалид ребенок, может он прийти к нам в школу, может ли он заниматься на уроках именно в это время. И он будет развиваться также наравне с другими детьми. В художественной школе занимаются и взрослые. С прошлого года для них начали работать два класса. Педагоги учат рисовать, делают скульптуры, занимаются декоративно-прикладным искусством. Я решила начать рисовать, потому что мне детство хотелось. Я не ходила в художественную школу. Желание осталось. Я решила, что полезно для настроения. Надо заняться в свободное время, походить, порисовать, набраться мастерства и сделать самостоятельно, очень красивую картину нарисовать. Всего в Чебоксарах 13 центров дополнительного образования. Каждый из них предлагает свои эксклюзивные услуги. Выбор велик, интерес большой. Ребенок, который посещает школу искусств, он очень хорошо умеет уже разговаривать. Он очень смело себя ведет в разных ситуациях. Также этот ребенок очень хорошо учится в общей образовательной школе. Наши дети тем самым и отличаются. Они становятся смелее, они становятся активнее, и они становятся серьезнее. Умный, талантливый ребенок – мечта любого родителя. Чтобы она сбылась, требуется не так уж и много. Нужно любить своего ребенка, верить в его таланты и развивать их. В том числе и с помощью педагогов дополнительного образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова